а то нет всем привет плохо видно так отсвечивает сейчас друзья подождите плохо видно так лучше нет сейчас посмотрите под руку камеру так лучше видно да так по всем соскучилась если честно сейчас я налью кофеечек можно сяду как-то или нет конечно возьми стул так соскучилась по всем вы не представляете мы что не заждались я знаю так я обещала сегодня открыть подарочки мне подарили вот такое вот потрясающее украшение я даже знаете я причем не представляла ко мне многие подходили говорили что после недели моды когда я играла на скрипке они даже подходили к организаторам и спрашивали живьем ли играет мария то есть не верили что я подумаю вы беременны все может быть организатору спрашивали а мария правда играет живьем прям не верили даже мам поможем кофе смотрите первое что мне подарили это натуральные камни и это вот такая вот звезда не за хорошо видно или нет очень красивая я прям в полном восторге очень красивое украшение просто роскошное это натуральные камни полностью представляете а это это солнце сказала ювелир который делал это ручная работа во первых она сказала это звезда вот это такая звезда звезда звезде я щас руки у меня прям аж растрогалась вчера чуть не заплакала так дальше я ничего не открывала чтобы открыть все с вами вы представляете вообще ничего не открывала сейчас дальше я еще не завтракала а как спасибо большое ой но только сейчас таки группа хейтеров каких-то появилась у меня на меня какой-то фигню пишет ой думали какие-то больные просто вы знаете и пишут себя моим подписчикам да они даже вот красиво очень видно нет я забыла мне сказали что это за камни вот эти синие оникс ай веснушечка привет любимая смотрите видно нет короче то вот такая вот цепочка и сверху это все на одной висит просто вам так давайте дальше давайте дальше вам дали конкурс кстати я купил могу ты уже поела утром со второй раз а мне даже кофе не дала почему-то мне я купила кстати свой любимый салат спарик сейчас овощной с курицей вот давайте смотреть дальше второй подарок вот номер два смотрите как вы думаете что это а ты если берешь рекламу то готовься лучше какую рекламу за это о чем сейчас говоришь это мне подарили вчера на премии люди у тебя что-то с головой видимо у тебя опилки в голове смотреть что там так кто догадается что-то ладно я уже открыла практически вон свет сначала вот чего покажи ой кстати дай свой телефон телефон дай свой вот он привет красотка как дела привет сай как дела спасибо большое сер мирчик мой да не просто говорит как это реклама игра просто показываю хотела со всеми раскрыть поделиться радостью так это для телеграмма так смотрите это вот подарочек номер один мы раскрыли вот такой мне вчера подарили это зубные пасты такая коллекция еще щеточка мы кстати тут вот тусим пользуйся на здоровье дальше смотрим значит вот разные пасты это соблазнительный просек запах опироль шприц и вечерний вернут какие запахи вообще так давайте дальше это мы закрываем я также всех радуюсь если честно если у кого-то что-то узнаю не знаю вот давайте покажу эксклюзивная премия скрипачка года это паста до 2022 еще вот такой вот клуба дальше сертификат на ювелирные украшения номиналом 15 тысяч рублей да это паста для зубов прикольно но это вообще нужны вещи люблю когда дарит нужные подарки почечек дальше все это константинова спасибо что выбрали так открываем вот кстати мы такой пастой пользовались смотрите это черная смотрите как круто какая упаковка крутая и это шампунь для окрашенных волос а это маска для окрашенных волос слушайте как круто сейчас я покажу подожди это сниму на телеграму подарок номер два шампунь для окрашенных волос и бальзам я очень за вас рада так давай дальше чё там красивый пакетик какой он прям прозрачный и что там подожди сюда покажи смотрим прозрачный пакетик совершенно и от что-то красивое и что его можно кстати на пляж даже брать да мне кажется нет с собой когда я поеду а как я живу спел фикс прайсе а эти они эти дорогие ну мне я же не покупала мне это знаете мне же подарили смотрите вот кстати вот этот подарочек вчерашний из натуральных камней а это еще один сейчас будем открывать такая сумочка это шикарно только учу с которым расписались колонии в свое время твоего любимого мужика вы выпустили с которым вы тайно расписались дочь или сын что-то случилось мне кажется это обострение как это в серии весенние и ночи и кушку не на зачем ты так говоришь не обижай людей я не с ароматом нет мне мало надо вообще-то вам плохо сделала прям вижу я люблю когда мало консистенция больше ладно и вернется 20 сейчас скажу 26 мая все ждите беларуси привет на кусту волосы я думаю когда-то говорили что у нас нет она так и поэтому я вот и думаю привет из туркмении так это так все это то чем я мечтала ребят все это то о чем я мечтала кстати я наверное знаете что сделаю я наверное фея моя вот эти все все то что мне подарили фея будет дарить 26 мая я решила все я решила все что мне подарили фея будет раздавать на смотри что там тоже какой-то сертификат это для тех у кого квартира есть подарили на мебель сертификат но я съемную квартир я завозить я занавески то не купила за все это время так давайте я показываю все это ребят я это никому не отдам это сухой это сухой шампунь новый мой любимый только с новым запахом сладостей ванильных сладостей а а я на кстати в прошлый раз чемодан с косметикой получила дальше что у нас протеиновая маска с медом и маслом семян не буду говорить каких но вы все поняли так это протеиновый комплекс с маслом и тоже семенами не буду говорить какими я уже боюсь вову шарапов твоя любовь маша как маша как же так за не как я не знаю чуть-чуть с тобой сегодня случилось мне кажется что несколько ноги встал или встала но не вот тогда держись ты держись ты держись ты держись радость это маска в ботокс это я значит это я сразу вот вот этот набор идет кому-то от феи 26 числа пока что я покажу что мне тут смотрите блин нет я хотела себя в telegram без фильтров и испугалась знаете как сейчас чуть не померла сейчас удалю подождите так вот в этой красивой сумочке значит у нас был вот такой вот уход вот в это блестящий да так ребят блестящий сумочке был вот такой вот уход это сухой шампунь это у нас тоже шампунь это у нас протеиновая маска а это у нас что глубокое очищение он прикольно и у меня тут еще хлеб поняли кусок торчит да ладно пусть рассказывают нет я вообще не реагирую на эту фигню а я хочу набор показать вот этот самый большой я давно прям мечтал давай я не могу какую-то фигню пишут я уже заблокировала этого человека к сожалению хотя никого не блокирую обычно лучше можно слушать самый большой подарок который мне вчера подарили вот сейчас я его при вас раскрою мам идем нет пожалуйста как я раскрываю подарок вчерашний на вот этой стороны да я заблокировала всех а то мы такое хорошее настроение ну что друзья начинаем открывать вот такой вот большую коробку я не открывала потому что я ждала вас так мы развязываем бантик сейчас вот так вот торжественно развязать у меня совсем получается мы просто снимем и тут когда-то да-да-да-да у какая красота ребята смажем только на немножечко смотрите как они сли конечно какая красота я сейчас сахарный скраб сейчас будешь сама показать я разложу сейчас смотри сейчас разложу машинка это хочу показать чтобы было видно я хочу сейчас все потому что они немного мы пока не сли все чуть-чуть перевернулась вот да я так переверну покажу давайте я честно не показываю мужчину с которыми отношения я уже не хочу лет это все фея будет фей для вас это даст это точно значит вот такой сахарный скраб значит это что у нас это у нас жидкое мыло гель для душа шампунька гель для душа бы замополаскиватель жидкое мыло так это у нас маска для волос и что у нас тут еще вот лосьон для тела сейчас хочу запах почувствовать какой-то наш не открывать если ты хочешь ладно это все это буду это все будет для вас поэтому я так вот наверное и запакуем как-то все на то мы решили ребят все нет показать то все ты все показала что там было да очень все круто да всем привет дыбка без сомнения все мама дыбка без уходи здравствуйте мои родные об это все дома больше ничего нет что-то еще там есть было мне кажется так ты что пока вы это показывал да это показывала это показывала я когда начинаю петь мама уходит и стыдно а я все-таки хочу спеть вам сейчас ну нет есть ты хорошо я сейчас пою живьем только давайте поддержите меня я хочу чтобы знали что у меня роскошный голос не под фонограмму ну вообще давайте давайте поддержите меня где все а 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 Я не слышу его, блин, сейчас Сейчас, 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 сейчас Как мне жаль, если бы ты знал, как болит Если бы ты видел мою печальницу Ты бы знал, что она говорит Да, не важно, что ты сказал Эй, не важно, что там Я тебя услышала, я поняла Да, и ты далеко не дура Снова стою одна Снова курю, мама, снова А вокруг тишина Взятая за основу Снова стою одна Снова курю, мама, снова А вокруг тишина Взятая за основу Я боленка, я неловкий момент Вот как тут не спросить Где стакан? Разве ты не пьешь! Она попала! Так, что еще? Давайте поем, что у нас есть. Так, давайте. Они тоже поют? Угнала! Тебя угнала! Давай! Маш, только тихо пою. А что там еще у меня есть? Это не громко. Не был Лондона. А, не был Лондона? Слава, знаешь? Сейчас, сейчас. Маша, ты хочешь открывать этот вот этот вот? Маша, ты хочешь открывать? Давай еду, я хочу есть, я еще не завтракала. Так, давайте. Все, поем. Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держа. Кто же из нас первый упадет? В трепезги на Таверский мох. Утро. Я узнаю утро. Ты узнаешь позже. Этих слов дороже. Ничего их нет. Ничего их нет. Без таких отзвоночков. Я же зверя-одиночка. Промахнусь, свекнусь ночью. Но за месяц это то. Все тот же зверь-одиночка. Не считаешь ожожки. До последней доточки. Побежали летать. На-на-на-на-на-на-на. Утро. 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 Андрюша, привет, родной. Ты видишь, я гениально поел. Понимаешь, что это, Андрюша? Вчера мы с ним познакомились. Роскошный мужчина. А ты втихую паштет моешь, да? Смотрите. Мой любимый, кстати. Все должны купить. Ред лососевый с мягким творогом. Вот. Но я хочу с тунцом. Ой, у меня что-то перекосило от фильтра лицо. Смотрите. Ой, боже мой. Какой кошмар. Может, это не от фильтра. Не от фильтра, а так, да? Ну ладно. Спасибо, ты меня отлюбишь. Ты меня готова облажать первым номером. У меня, кстати, сегодня концерт. Пока не говорю. Мам, почему мы одновременно открываем все паштеты? А мой любимый с тунцом. Вот я и специально не стала его открывать. Вот. У меня с тунцом. И всем пойти в спар и купить вот этот салат из индейки и огурцов битых. Ой, Натуля, привет, любимая. Наташа, смотри, что мне вчера подарили. Это натуральные камни. Это моя тетя. Вот она пришла. Файнс 48. Кстати, она тоже заслуженная атистка России. Или работник культуры. Вот. Гениальная совершенно певица. Вот ты видишь, она гениальная. Просто гениальная. Голос на нее обалденный. О, Лена, ты что? Я, 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 у меня же была раздача. Я на тебя сейчас подпишусь, дочь. Лена, это же вообще моя любовь. Это офигенный блогер. А что? Почему ты отпишешься? Прости меня, дочь, я такая плохая. Наташа, нравится, да? Я. Да, Наташа нашей покажет. Меня Кристина давно заблокировала. Я не знаю даже, что у нее и где у нее. Я не знаю, я к ней прекрасно отношусь, но не знаю, что. Вы мне можете сообщать, но просто я ничего не знаю про нее. Мама, тут рыбы еще осталось, в Охе. Ммм. Мам. А? Рыба, Охе, какая вкусная. А ты что-то вернула? Поздравляю сегодня, пока я ушла. Я не могу кушать. Они мне каждый раз замечания делают, когда я ем. Я не могу это. А нужно проще. Нет, ты проще, а я не ем. Мам. А? Если бы я реагировала на то, что мне пишут в Телеграме, я бы давно повесила, поверь мне. А я сегодня вышла утром. А кстати, эти люди специально и делают это, чтобы ты вот что-то с собой сделала. Наверное, они специально пишут такое. А чего? А где мой хлеб? Я купила бездрожжевой. Роскошный. Смотрите, с чем я люблю кофе пить. Во-первых, я люблю вот такой кофе с эйсным орехом и добавляю обязательно фит-парад. Сакура заменитель. Мам, это не залипит? Где мой хлеб? Ну? Я так хотела, вот бездрожжевой свой. Ну вот же, наверное, вижу. Где? Вот. И я такой хлеб обязательно покупаю, вот бездрожжевой, вот с такими семечками. Сейчас я вам покажу цельно-зерновой. Да, в телегу такое мне пишут, что это вообще прям с утра. Я вышла, говорю, вот я после премии такая там рассказала. И они как начали меня поливать. Да ты неухоженная. Да от себя там воняет. Да ты это, да ты то. Я думаю, блин, как люди с утра встают в таком настроении? Как? Я такая всегда встаю счастливая, благодарная вселенной за то, что я жива. Ммм. Да, в шоке. Ммм. Так нельзя. Очень вкусно. Нереально. Нереально. Это семга. Уха из семги. Да, там просто стаи. Это вообще кошмар. Ты не мытая. Ты грязная, грызнуля. Неухоженная. С тобой ни один мужик не будет рядом стоять. Нам тебя безумно жалко. Да ты вообще там бомж. Да как ты живешь? Да где там у тебя квартиры, машины? И как пошли, поехали. Думаю, там уже. О, как собака кушаешь, начали. Какой ля. О, собрались. Это мой любимый риет. Из тунца. Это нереально вкусно. Не кушай кофе пока выпьет, а потом будешь кушать. Почему я буду кушать в эфире? Я, знаете, с вами поборолась страх еды. Это да. Я, когда болела анорексией, я не могла. Но мама знает, есть. Я даже приезжала в Самару, и на Новый год все ели за столом. А мне нужно было уходить в отдельную комнату, взвешиваться во время еды по сто раз, чтобы никто не видел, как я разрезаю кусочек еды на 30 частей. И поэтому мне так радостно, что я могу сейчас спокойно вот с вами поесть. Вот и все. Поесть, попить, поблагодарить Вселенную за этот день. И мне настолько все равно, что про меня думают некоторые люди и пишут. Вот. Ред из тунца. Очень вкусно. На то мы тоже скучаем безумно. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Скоро еще феи к вам прилетит. Вообще сказка. Я так вчера благодарна всем за премию. Я встретила столько блогеров. Все такие позитивные. Все такие довольные. Очень довольные. Так заряжают вот этой харизмой. Ну, мне плевать на все эти материальные ценности. Я живу в свое удовольствие так, как хочу. Я знаю, что у меня все есть. И все будет. Поэтому. Те люди, которые, знаете, измеряют квартирами, машинами. Это вообще смешно. Вообще машины-то молочинка. Спасибо. Ребят. Кристина. Должны мне руки целовать. Я ее вообще привела в дом к нам. С большой радостью. Почтеты с тунца. Вот. Я вот люблю вот из тунца, а мама из лосося с мягким творогом. Очень вкусно. Все, это безумно. Нет, Натуля, скажи, что ты теперь слушаешь Диму. Ты раньше слушала, ну, всех концертов. Маша красотка. Ну, честно, я очень красивая. Вот особенно, вот если вы меня сейчас в жизни увидели, вы бы просто не могли пройти мимо. Вот поверьте. Вот если вы меня на улице увидели, вот я вам отвечаю, вы бы прям встали в ступоре. Потому что, ну, очень красивая я. Просто камера меня прибавляет вес, килограмм 15. И все такое. Я тоже не люблю паштеты, но это просто, вот. Сказка. Белая беременная тиграна. Мда. Я думаю. Что это утка. Они не так давно первый раз спали, чтобы уже такие выводы делать. Вообще, простит меня вселенная. Я никого не осуждаю. Но ложиться с мужиком в постель, который делит имущество с женой, от которой у нее трое детей, это дно. Этот ряд везде продается. Да. Дочь, не нужно быть на диете. Жизнь слишком коротка, чтобы быть на диете. Нет, она мне не лопнет, она мне с детства большая. Поэтому все под контроль. А что большая? Пятая точка. Рассказать о моей доте? Нет. Про эту точку. Не-не-не, не надо. Нельзя. Ну, хорошо. Вот я сейчас тебя просто... Что? Мою кэту ест. Опять, с моей обуви. Так. Ммм. Очень вкусно. Не надо. Я тебе. Честно? За братом. Женя. Женя. Женю Кузина обожаю. Он настолько харизматичный. Таких людей не хватает на проекте. А мне сейчас так все нравится, Маша. Ваня Барзиков. Ваня, понятно. Безус мне очень нравится. Ваня, я безумно люблю. Кто там еще? Подожди, а кто там? Ваня, значит, Безус. Тигран. Тигран? Который кто это? Нет, я... Нет. Кто там еще мне жалился? Ой, как хорошо, когда такие комплименты делают. Ой, ММММ606. Привет, дочь. Мы тебя тоже любим очень. Я обожаю сырный супчик. Куриный. Очень люблю. Фабо. Том-ям. Фаворит у меня, наверное, том-ям. Потому что я, в принципе, обожаю Таиланд. И я... Там очень много жила. Я даже запах люблю. Многие плюются, говорят, вот. В Тае воняет канализации. А я настолько люблю Тае. Там все пропитано улыбкой. Радостью бытия. Люди каждый день встают. У них денег нет. А они благодарят Бога за то, что они живы. Не знаю. Все очень круто. Кто будет в Таиланде, обязательно. Съездите. Кто приедет. Я советую ехать в Паттайю. Хотя там моря нет. Самой Паттайи. Но из Паттайи ходят трамвайчики. Каждый где-то час. С пристани. До острова Таваил Бич. И вот там вот есть церквушка. И остров нереальной красоты с голубой лагуной. Обязательно съездите туда. Последний раз мы были на Пхукете. Мне Пхукет безумно понравился. Но все-таки Паттайя больше зашла. Ну вот. Спасибо большое. А, так вот. И я там с утра до ночи ела суп вот этот. Отдыхать не знаю. А у меня пока много слишком материальных обязательств так вышло. Да. Остров Калан, да. А еще Таваил Бич, Манки, Бич. Мои любимые острова. Туркмения, привет. Я, кстати, по молодости чуть замуж не вышла в Туркмении. Мальчик очень хороший был, Туркмин. Потрясающе. Он правда золотой. Кристины на месяц, по-моему, не улетели. Мама редко везет эфиры, потому что она ослепла слегка. Не смешно. Мне не смешно. Он был туркмен. Спасибо всем. Кто там, ты говоришь, спросил про меня? Кто про меня? Мне 31 год. Уже не 15. Калининград, привет. Я ем салат. Овощной с курицей. И паштеты с... Мам, тесто для ямоника песочное? Тесто для ямоника? Ну, очевидно, да. Потому что я кладу туда, подожди, что же я клала? Пачку масла, по-моему, 3 стакана муки и сметанки. Ну, сколько сметанки? Наверное, ложки 4-5. Ну, 150 грамм, короче. 150 грамм сметаны. Вот и тесто. По-моему, такое. А ну, расскажи. Знаете, я точно не могу сказать. Ну, мне кажется, я клала, значит... Сначала растираешь муку. 3 стакана муки берете? 3? Я не помню. Я всегда по рецепту по-своему. 3 стакана муки. Туда, значит, перетираешь в крошку с маслицем или с маргарином. Вполне можно. У меня в рецепте написано маргарин, но я делаю масло. И 150 грамм сметанки. Все это вместе вот так размешиваете. Обязательно кладете соду. Гасите. Я не вижу, Маша, ты меня там. Рассказывай дальше. Вот. А потом лимон. А, и в холодильник кладу на две части. Тесто делаю на две части. Кладу в холодильник, чтобы полежал немножечко. Почему-то так надо. Но когда я передержала дома, то у меня тесто рассыпаться с стола тоже нехорошо. Поэтому не передержать. Потом раскатываете нижний коржик, верхний. На низ кладете и туда один лимон. У кого есть миксер, то на одномиксере обязательно сделайте. Потому что лимон на терке я раньше терла. Это очень тяжело. Пальцы всегда у меня были в крови. Вот. Кладете быстренько. А, стакан сахара. В лимончик. И кончики все слепливаем. Так вот. Попробую. Все. Вот и весь рецепт. Что у тебя с глазом спрашивают? Ну, это не важно. Что? Не скажи через подписчикам. Всем добра. Вы знаете, я желаю всем добра. Все-таки вот я подумала, если бы не было добра, мир бы давно вот эти вот акулы или пираньи даже, скажу ли, съели бы всех людей. Все-таки мир состоит больше из добрых людей. Ну, есть, конечно, паршивые овцы в стадии. Они всегда есть. Которые пишут гадости, травят людей. Уже даже вот я читала у великих актеров, актрис, которые вот тоже жалуются, что люди такие бывают. Ну, видимо, завистливые. Завидуют этим актерам талантом. Ну, может, ты сейчас капнешь перцем. А эта актриса писала очень талантливая. Я ее люблю, но называть... Я вспомнила, что я писала, но не хочу ее сейчас называть. Поняла, да? Конечно. Не хочу. Она очень мне нравилась всегда. Она замечательная. И вот она, как раз и говорила, но невозможно, она не могла выйти в эфир. Не в эфир, а даже просто вот выставить фотографии. Такие пишут вещи. Ну, завидовали. Завидовали талантливые. Ой, я переела, как ужас. Поэтому я не понимаю. Вот сейчас тут писали Маша, Маша читала. Такие глупости. А, где клещ? Клещ? А, в холодильнике. Ты что, в холодильнике его хранишь до сих пор? А ты его не выкинула? Батюшки, я сейчас... Ты что, издеваешься? Я сейчас вспомнила. Зачем он нужен в холодильнике? Маш, я вспомнила. А ну-ка, покажи ему. А-а-а. Маша, а как ты вспомнила? Батюшки мои. Представляете? Забыла. Вот, пакетики. Маш, ну все, надо выйти. Я не буду показывать его. Покажи. А куда он делся? Он пропал, Маша. Как? Покажи. Стой. Сейчас я развяжу. Вы знаете, что? Я покажу. Сейчас покажу. Вот я не вижу ничего. Вот знаете, я еще скатываю сейчас. Глазы мне втуманим все. Вы у меня все втуманим, дорогие. Маш, не какая-то долго. Мам, такова я зазвуешь. Скажи, давай, давай. Клеща. Боняй, а? Давай. Вот так вот. Раз. Проще. Маш, я боюсь, чтобы его не выронить. Где он? Где? Ну не знаю, сейчас. Вы знаете, мне дали... Тише. Мне дали в этом, ну... Где мы были? В травмпункте. Смотрите, дали прямо... Скажи его мне. Вот он. Где? Вдох. Сдох. А может быть и нет. Живой. Нет. Ты что? Он уже какие сутки. Смотрите, вот он. А мне дали, представляете? Отрезали вот в поликлинике прям там в травмпункте и дали. И я про него забыла. Если бы Маша сейчас не вспомнила... Вы знаете, вот как вы думаете, он умер или он может ожить? Маша, посмотри, что напишут. Потому что если он может ожить, то нам надо вынести его на улицу и сжечь. Однозначно сжечь. Все, давай. Я его кладу обратно, Маша. Прочитай, что пишут подписчики. Они все очень умные. Я опять его кладу. Пишут? Что нужно с клещом сейчас с этим сделать? Как вы думаете... Они молчат. Вынести и сжечь его? Маша, смотри, посмотри, что напишут. Или... Нет, давай просто выкинем. Как это просто выкинем? В стакане. И размножать будем клещей? Нет, пусть он просто скатанет. Но я его очень... А, он оживет, сказали. Оживет? Как? Знаете, он был обработан моей краской. А смотрите, цвет какой у меня красивый. Цвет этот вот Бурхан Архан покрасил меня, вы знаете. И мне вчера даже на премии говорили, какая красивая краска. Цвет волос какой красивый. Маша, я не вижу, что пишут. Ты только можешь почитать, пожалуйста. Я же не вижу, лапочки. Извините, я вот... Тут мне можно и гадости писать, все что угодно. Понимаете? А главное, вот эти люди писали, что мы с Машей... Пусти меня, пусти меня, я хочу сесть. Нарочно, ну вот здесь надо. Там и сесть надо. Сейчас. А-а-а-а, не надо слов. Стая какая-то, стая больных людей, которые вот... Вот это все делают. Ну, я не знаю. О-о-о-о. Сейчас выложу свой приход на Дом-2. Поржется. Маш, ты какой хочешь? Когда ты разговаривалась в Казани? Это кедра. Краска кедра. Кедра? Нам отдали для экспертизы. А в экспертизу его не приняли, потому что он был в краске. А клеща можно брать, только если он не в масле, не в краске. Да, нельзя обработанный. Что-то такая ты умная, да? Не спиртом нельзя. Думаешь, ты самая умная здесь, что ли, пришла? Думаю, да. Сейчас мы тебе быстренько тут вправим мозги-то. Мама выгнала зачем? Как зачем? Это мой эфир. Я главная вообще-то здесь. Как вам не стыдно? Что-то будет у меня на спросу. Потому что я сейчас не вкатрую здесь. Дело в том, что я же не смогу вам ответить на какие-то вопросы. Я не смогу ничего вам читать. Потому что я не вижу. Вот я даже себя... Сейчас вижу. Немножечко так расплычу. Но мне приятно. Всегда приятно поговорить. Я выхожу иногда в свои эфиры. Мне приятно поговорить очень со всеми. Мне никогда не пишут ничего плохого. Потому что люди найдут себе жертву и травят, и травят. Кстати, мне тоже, правда, писали что-то такое. А, знаете, все время Маша пишет. Вот мама умрет. И что ты будешь делать? И как же ты будешь? И как? И вы знаете, прям вот уже мне пишут это все время. Года три пишут. И я вот думаю, что правда, наверное, прям кто-то так хочет, чтобы я умерла. Посмотреть, как Маша будет жить. Да хорошо будет. Что ты несешь? Мы все умираем. И все как бы... Зачем ты на эти темы говоришь? Нет. Ну а чего я говорю? А зачем на эти темы говоришь? Пишут же. И что пишут? Меня похоронили уже три года назад. Меня тоже. Ну и что тогда? Ну, видишь, вот. Почему очкам не пользуешься, спрашиваю? А мне очки... Я спросила, мне сейчас очки не помогут. Они сказали... Маме 75 лет исполнилось. Ну, нет, 71. 71. Она просто... Смотри, этот глаз прям маленький такой. Храни тебя Бог, все пишут. Ой, спасибо. Желите долго и счастливо. И вас храни всех. Давай, спой песню, давай. И вас всех храни. Бог вообще. И всем добра. И в семье, и везде. Вы знаете? И главное, думайте позитивно. Потому что вот когда мне стали писать, я что-то стала себя тоже уже... Какие-то ненужные воспоминания. А надо думать только о хорошем. Маша вот приходила девочка, и она тоже говорила, такая чудная. Только позитивно мыслите, девочки. Только позитивно. Что все хорошо у вас, и все будет хорошо. Это правда. Вам все пишут, что тебя обнимают, что ты... Ой, я... Безумно тебя любят. Что ты потрясающая женщина. Ой, я буду плакать. Что ты меня тоже... Мне плакать. Ну, не надо. Не плачь. Маша, я... Маша, ну не надо. Ну зачем ты клоунаду тут устраиваешь? Вы знаете, что? Мне очень приятно. И правда, я вот готова даже заплакать. Такие люди все-таки... Вот я и говорю, больше добрых людей, дорогие. Больше добрых. Ну, это что сейчас? Ну, мальчики, сборище. Посмотрите. Посмотрите, на вас посмотрят. На вас посмотрят. Что же вы оба-то пришли ко мне? Ваня, ты хоть и примесь, но веди себя как аристократ. Ты в семье народных артистов родился. Маша, ты еще будешь кофе? Нет, кофе, мам, я тебя сейчас сразу предупреждаю. Мы пьем по одной чашке в день, потому что мы экономим. Больше такого не будет, чтобы у нас уходила банка в неделю. Сколько здесь грамм? Иди отсюда. 95 грамм. Я разрешаю тебе и мне пить по пол чайной ложки один раз в день утром. А вот интересно, а вы знаете что? Вот мне сказали, нужно пить вместо кофе цикорий. И я, кстати, тоже пила цикорий. Ну как? Ну, очень вкусно, конечно, очень хорошо. Но вот выпьешь цикорий и сразу спать. Да, и мы идем сразу спать. Да, и вы знаете, мы прямо шли спать. Вот что ведь. Чего, хорошо пахнет. Подними глаза. Машенька, подними микрофон. Доченька, это не микрофон, это кофе. А, подойдите, у меня фильтр забрала, быстро уйти. Быстро уйти. А фильтр помогает пожилым людям. Мне он нужен больше, потому что у меня не помещается лицо в экран. Ну, конечно, он прям про себя наговорит гадости. Давай еще кофеек. Сегодня можно в честь... А, твоя чашка, твоя чашка, Мария. Ну, удивительно, что Маша берет всегда мои только чашки. Мне вкуснее из имени Оли пить, хотя обе одинаковые. Знаете что, я Машеньке хотела пожарить печенку, обваленную в этом мушке, и много лука сделать, потушить с луком. И это так вкусно, она даже не понимает, какая это вкуснятина. Софа... Маш, это ты зря сделала. Ты обиделась? Нет. Просто ты себя... Не надо себя уродовать. Еще хуже делать, да? Нет, просто. Ну, зачем? В телеграмм, не знаю. Да пусть они выплескивают свой негатив, мне пофиг. Если им так легче, пусть они туда пишут все, что хотят, все говно. А ведь все им вернется, вот что. Они даже не знают, что... Да не надо, чтобы он возвращался. Куда им уже хуже, если они пишут такое говно? Да, значит им очень плохо, правда. Очень плохо. Машню, что-то пеньку может выпить еще. Давай. Но это только первый раз, потому что сегодня купили. Завтра уже по одной чашке в день. По одной чашке в день? Да. Ванечка! Ванюша! Да вы не общаетесь с ними. Они специально пишут фигню, чтобы кто-то с ними вступил в перепалку и отдал свою энергию. А, точно, точно. Они подкатывают. Ой, Маша, подожди высо отсюда! Не, не подкатывай, Маша. Нос болит. С похмельем как? У меня вообще его не бывает. Это надо сколько выпить, чтобы было похмелье. Я не представляю, что нужно сколько пить. А я вчера всю воду там выпила. У меня последний раз было похмелье после свадьбы Милены. Я, конечно, нажралась. Ой, я валялась здесь. Так стыдно мне. Я хотела это выложить, но если бы я это вам показала, вы бы умерли. Не, ну у кого не бывает. Я пошла, купила алькозельцер. Мне не помогло. Потом выпила шампанского, отпустила. Простяка, да. А что, прям было плохо? Да ты вообще помнишь, как я в коридоре валялась? Машенька. Это же ужас. Это незабываемо. Это ужасно было. Это мне не понравилось. Правда. Давай, клади кофеюк. Мне и клади себе. Ген, у тебя что-то, вот, Геночка, у тебя что-то сегодня плохо. Весеннее обострение. Я отношусь к Бузовой прекрасно. Она молодец. Она трудяга. И то, как она водит, это, вы понимаете, что публичным личностям нужно, чтобы держаться на плаву, ипотажно одеваться, ипотажно одеваться. Я вот это вылью. Вылью. Ну, давай, раз. Ну, ладно, власть меняется пока. Все, не успела власть поменяться. Что ты власть такая? Нет, ну ты пришла. Все, теперь опять, Машуля. На, давай, наклади. Вот я наливаю себе. С ватной в малину есть. Мне не надо наливать так, потому что не умеешь кофе делать. Давай. А мне? Тебе поменьше. Хорошо. Вот столько. Ладно. Ну, это много. Это мне не надо столько. Мне не надо. Мне не надо. Мне сердцебиение будет. Ну, ладно, оставь. Брат нас, конечно, не зовет. Это сколько же надо бабла на нас, на свору, на меня и на маму. Куда они? Хватит, хватит! Еще немножко. Куда они зовет? На отдых. Жену вывез с сыном, слава богу. Да. Новенькая, поздравляем. Мы тебя приняли в школу. Мы звонили, Сереженьке туда, смотрели, как они там отдыхают прекрасно. И, слушай, а ты видно, как на доске, у нас есть чат такой один в Вайбере, видно, как он катается на доске. И Сережка так хорошо лежит, маленький-то, на рукавниках на этой доске. Лишь бы акул не было, конечно. Я не знаю, как взять себя в руки. Я один раз взяла и похудела до 27 килограмм. С тех пор мне пофиг. Больше не надо будет. Я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы не жрать. Вот я сейчас села, навернула два куска хлеба. Да? Съела салат, помакала туда хлебушек, соус. И мне шикарно. Да? Да, и мне похер. Пусть про меня говорят, что я кобыла толстая. Все равно мужикам не угодишь. Тем, кто любит, полюбит. Тем, кто не любит, не нужны. Тем, кто не принимает, тоже не нужны. Поэтому я люблю себя, и меня любит страна, и я люблю всю страну. Все шикарно. Маша вчера так играла, вы знаете. И так ее принимали. Вот прям вчера она, ну вот, с таким драйвом вообще играла. Просто замечательно. Больно, больно. Зачем ты это сделала? Тебе стыдно за меня, мам? Тебе стыдно за мое поведение? Нет. Мам, тебе стыдно? Маша, надо эту родинку со спины срочно удалять. Потому что ни купаться нельзя, ничего. У тебя большая родинка на спине. Ваня, ты для тела, честно, сейчас тебе покажу, чем я пользуюсь. Опять я. Она сейчас покажет, чем это случается. Мажется кремом. Я вообще, знаете, заставляю ее, вот обязательно. Вот пришла она, пошла вот утром в душ. Она все время, вот, каждое утро, значит, надо. Вот вымылась в душе и тут же намазала кремом все тело. И знаете, оно совершенно будет другое. Я даже по себе замечала. Вот оно какое-то такое, ну, некрасивое. А как только помажешь, надо мне прямо показать вам, как это происходит. И обязательно. Вот какой крем есть у вас, любым, мажьте любым кремом. Потому что это очень хорошо. Маша, ты что ищешь? Лапочка. Сперт вот крем. А? Сперт вот крем. А я не знаю. Я, наверное, куда-то делала. Может, я в корзинку положила? Зачем? Не знаю. Я хотела же показать. Ну, ты иди, я посмотрю. Вот, обязательно, обязательно, Машка себя. Я хотела себя помазать, но просто зачем это делать? Ну, зачем это делать? Я куда-то убрала и найти не могу. Она не может найти. У нас у нее одно место, куда класть, а у меня другое. И мы каждый раз вот ищем что-то. Как жалко, что я не знаю, что вы мне пишете. Не понимаю. А? Садись. Я все равно не могу, к сожалению, прочитать, что пишут. Значит, смотрите. Я пользуюсь вот таким вот лосьоном увлажняющим, да. Он с эффектом сияния лета. То есть он продает загар и одновременно увлажняет и пахнет очень вкусно. Да, прозрачно. Я его Тате давала в Люминкранце на Доме-2. Вот оно лежит, наверное, на балконе. Это Джованни оригинальное. Ну, а там вот ищем ты еще пользуешься. Вот. Смотри. Машур. А. Ну да. Покажешь? Спасибо большое, дорогие друзья. Я старалась. Мама очень красивая. Маша, ну хватает. Уже это не хочу. Маша, вот вы знаете. Да, еще такими пользуюсь. Вот этот уже допользовался все практически. Очень хороший тоже. Вот этот вот очень вкусно пахнет зеленым. Да, и он также очень загар хорошо держит. А вот этот? А вот этот можете тоже купить. Это бронзирующий спрей золотистой пылью. Он продается за 100 рублей. Да? Да. Меня вот цена привлекла. Но он немножко липковатый на теле. Можно это выкинуть уже, да? Нет, оставь. А что тут? Мне греют душу блестки на дне. Маши выкидывай? Нет, конечно, нет. Ой, господи. Ну вообще, я Собчак смотрела чаще. А, 460. Поняла. Тата в любви. Да, слава богу. Ой, с Андрушей не общаюсь. Я его, кстати, очень любила. Штриха. Хороший парень. Подъем, кстати. Не знаю. Привет всем. Встречались еще после проекта. Помнишь, как-то встретились где-то на Арбате? Мы маме лечим глаза, ребят. Вы что думаете? Мы сдали анализы на 50 тысяч. Маш, ну все, Маш, все. Не надо. Пожалуйста, применяй. Она каждый день делает все карты. Маша, не рассказывай про меня. Каре блонда не будет. А каре я бы хотела из своих. Я на горло опять заболела. Я не знаю, что мне делать. Ничего страшного. Ничего страшного. Пополучи соды. И все веселье. А вот я из-за этого и заболела. Ты слышишь, Маш? Как тебя? Ты слышишь, что я тебя с голосом? У тебя связки. Ребята, я вообще не смотрю ютуб. Мне некогда. Я не смотрю никакие интервью. Я люблю смотреть про путешествия. Канал. Чтобы мне не было никакой информации для головы лишней. Потому что я не могу грузиться. У меня сил уже нет. У меня столько работы, у меня столько забот. Да. Что мне не до интервью. Вчера все отдыхают, а ты что-то все делала, делала, делала. Мам, я вот канал. У меня мама... Ты что, опять хомячишь? Мам, это пятый бутерброд за утром. Ну, пятый. Это не бутерброд, горбушечка. Ну, батон-то съели... Ты что, батон доела? Батон доела. А мама лежит целый. Ты как успела-то? Мам. Ну, батон доела весь. Мам, ну ладно. Будут думать, что тебе жалко что-то. В Абхазии была. Да, там озеро Риц безумно мне понравилось. Ммм. Угу. Нет, витамины не пьем, мне денег жалко. Мам. Просто надо же, пока... И паштет доела. Да что ж это такое-то, а? Только что продуктов на две тысячи купила. Машенька, и молоко допила. И молоко. Надо же все, больше не будет. Так, а уже и нечего. Больше она не будет. Аленочка, ну что? Тебя поздравить можно? С одной частью ты сегодня справилась, так сказать. Мы тобой гордимся, дочь. Маша, с кем говоришь? С Аленочкой. С нашей? Да, с нашей. Ой, приветки от меня. Ой, Дагестан мечтаю. У меня там моя подруга Музахрат лучше оттуда. Вот смотрите. Сколько у нас всяких вот витаминов. Видите? Господи, полно. Вот. Она просто, вот они есть. Дочь, мы вечером увидимся, да? Восемь. Ой, я поздравляю ее. Молодец. Нет, ты молодец на самом деле. Ты молодец. Да, я ее поздравляю. Не переживай, все хорошо. Она за что переживать-то. Мариел, привет. У меня есть менеджер. Мариел, это Ешкарала. А, да, мы там были с тобой же. Оттуда? Марина. Марина. Ты народ свадьба. Свадьба? Мне кажется, скоро. У тебя много трясется. Учить сильно. Мне кажется, вот в июне, наверное, в Питере. Нет, у брата. А, я думала тебе. Мне кажется, в июне будет. В Духе Бакарат 540. Сейчас я вам покажу. У меня их целых два аромата. Это лучший. Одни из лучших ароматов. Ну, вот и все. И я опять с вами. Правда, я не вижу, но все равно с вами. Значит, всем хорошего настроения. Хорошего дня. Встречаться только с хорошими людьми. Ну, сейчас. Можно пока? Ты опять мое место заняла? Да, да. Да что ж ты такое, а? Надо. Встречаться только с хорошими людьми. Вот встречайтесь с теми, кто у вас... Маша, там ты что, еще одна? Опять клеща. Ой, Господи, их что, нет? Моя красавица! Моя красавица, любимая! Она специально это сделала, чтобы испортить мне прическу, чтобы вы сказали, ой, какая... Ну, ладно. Садись, доченька. Все. Садись, моя хорошая. Вот. Это моя любимая, доченька. Одни из любимых. Маш, можешь сейчас... Все. Что все? Я петь не могу, души, сука, не могу. Нет, хорошо. Ты меня затравила! Ты меня затравила уже. Вот поэтому я замуж не вышла. Потому что я прогибаюсь под мужика, и они меня ломают. В итоге все сволочи. Она шутит, не обращайте внимания. Я шучу, да? Я сейчас вообще не пошутила. Мне правда больно. Булочка. Иди, моя хорошая. Просто у тебя не плачь. И Вова пришел жалеть, и Ваня сразу. Все, вон они. Сволочи. Они только жалеют, чтобы еду им дали. Они знают, что если я не куплю корм, они сдохнут. Вот мне бы не... Ну вот мы не с Венея Риманова не стали стоять. Ну это что? Ну вот Вань. Вань, ну и лицо такое главное делает, да? Да, вот такое хорошее лицо. Как будто он ни при чем. Да, его нельзя. Нельзя, мамонечка. Я сейчас вам покажу, как этот дебил стоит. Смотрите. Маша. Маша, смотрите, как он стоит. Так, Вань, вот сюда, вставай. Нет, все уже. Маша. На столе у нас стоит. Поехали. Что это? Так, мне надо будет, что я делала. А если каким заводцем я уши поела? У меня зубы выдвинулись вперед. Ну, понятно. Блин. И корм самый дешевый покупаем. Раньше времена были лучше, покупала по 7 тысяч. Большие пачки. Сегодня... Нет, это не пачка была за 7 тысяч. А что это было? Это был вообще мешок, между прочим. А сегодня я купила дешевый корм за 1200. И мне сказали, что для них гранулы большеваты. Но я сказала, я готова даже на это, я буду размачивать. Значит, теперь слушай, они сказали размачивать все. Они съели, не размоченные, с удовольствием. Соленые, да что-то давно не обещались. Да, они опять выдвинулись. Я сняла внутренние брекеты. Видите, я немножко так вот разговариваю, вот шепелявлю. У меня вот здесь вот в кармашке слюни набираются вот так. Ваня Мальтипу, очень дорогой пес. Вообще, она вас обижена. Я выложила вчера три поста с премией, и меня никто не поздравил ни лайками, ни комментариями. Я очень обижена. Не поздравили? Нет, забили на меня. Просто вот обидно в душе как-то. Больно обидно. Все, нечего больше сказать. Вечером я не могу. У меня свидание. Будет. У меня все настоящие друзья. Все. Так, ладно, ребят. Фея вернется где-то 26 мая. В Телеграм все, чтобы пришли. Я люблю цызу и пойду собираться, потому что вечером у меня концерт еще. И мне нужно немножко отдохнуть, потому что я вчера все равно очень вымоталась после премии, потому что я играла, и когда я играю, я очень нервничаю. Я играла очень много произведений. Брекеты, они на внутренней стороне были. В Телеграм видела, что пишут. Да пусть пишут, мне вообще пофиг. Я не обращаю внимания. Если люди хотят выплеснуть свой негатив, пусть выплескивают, если кому-то от этого легче. Все. На связи. Всем смотреть сторис, посты и везде со мной быть.